Заговорить на иностранном языке без практики сложно. Аминта Бекова – призер Республиканской Олимпиады по английскому. Она говорит на нем свободно, смотрела любимые англоязычные сериалы, фильмы больше пяти лет. Так незаметно для себя стала понимать носителей языка. Но одного кинематографа в ЕГЭ недостаточно. Уже в старших классах Аминта начала более глубокое изучение. Английский язык я очень люблю и в принципе я еще с 10 класса знала, что я собираюсь его сдавать. И в 11 классе нам очень помогала наша учительница Жанна Тагировна. И весь год по сути мы только вот с ней занимались и нам этих занятий очень хватало. Свой день до ЕГЭ я просто описывала все, что видела, смотрела разные картинки и потом во второй половине дня я просто отдыхала, чтобы не забивать свою голову. Состоит устная часть ЕГЭ из четырех заданий. Необходимо прочитать текст вслух, задать пять прямых вопросов, описать одно из трех предложенных фото на протяжении двух минут. И ровно столько же дается на последнюю задачу. Она считается одной из самых сложных. Сравните две картинки, выделить общее и различное. В общем, необходим большой словарный запас и на все про все у ребят 15 минут. У детей с ОВЗ 45. На базе шестой школы на Сыркорта на английский язык заявлено 87 старшеклассников и два на немецкий. За письменную часть, а она, к слову, прошла 18 июня, школьники максимально могут получить 80 баллов. Устная форма экзамена не обязательно, потому здесь дающих ЕГЭ в разы меньше. Однако можно смело заявить, эти ребята упорно идут к заветным 100 баллам, а за дверями школы их ждут родители, которым не терпится узнать, как же написал экзамен их ребенок. У некоторых экспертов были опасения, что у выпускников снизится успеваемость из-за пандемии и дистанционного обучения. Но по данным Рособорнадзора, ребята, сдающие ЕГЭ в 2021-м, написали не хуже, чем старшеклассники прошлого года. Кое-где даже лучшее – более 200 тысяч высокобальников. Это те, кто перешагнул оценку в 81 балл. Здесь в 406 пункте тоже отмечают хорошую подготовку выпускников, а также добавили, что все технические условия для сдачи устного экзамена соблюдены. Они проходят в аудитории подготовки. Здесь заполняют бланки регистрации, которые организаторы распечатывают. С этими бланками регистрации по очередности заходят в аудиторию проведения. В аудитории проведения на станции подготовки к экзамену уже подготовлены станции записи устных ответов. На каждой из станций расшифровывается КИМ после введения кода активации. Участники проверяют свою гардитуру для записи и приступают к выполнению заданий. Они слышат иностранную речь и должны отвечать на иностранном языке. Перезаписать свой ответ невозможно. В конце экзамена разрешено только прослушать решение заданий. Ознакомиться с результатами ЕГЭ можно на портале госуслуг, а также посмотреть на официальном сайте единого госэкзамена. Хавгазикова, Магомед Белакеев, Новости 24.